Доброго времени суток, дараке и друзья! У меня немножко будет желтый уголочек, это зеркало. Ну, скажем так, немножко закрывает подсвет и немножко держит телефон, потому что по-другому немножко поставила его. А вот, у меня сегодня была подружка в гостях в магазине. А вот, и у человека возник... На стол нельзя, нельзя, Сишенька. А вот, и у нее возник вопрос... В общем, человек каким-то образом пропустил момент по стрелкам. Вот, у нее возник вопрос по поводу того, чем делаю свои стрелки я. А вот, потому что как-то у меня получается... Слушайте, ну, чтобы не соврать, года два, наверное, последних я постоянно делаю стрелки. Этими вариантами. Вот. В общем и целом, сейчас у меня на глазах тоже они... Придвинулся, чтобы в голове... Смотрите. Такие аккуратные, минималистичные. Они у меня сделаны вот этой подводкой пати, черная, которая идет. А вот, до этого я вам показывала, из этой серии, моя вот, которая заканчивается подводкой, такая вот, коричневая пати. А вот, в каком-то из видео я вам снимала уже, в общем-то, всех их. А вот. Ну, в общем и целом, если так разобраться, то у меня получается сейчас в наличии этих подводок, ну, в общем-то, все цвета. И единственное, что, знаете, наверное... Да, голубой и зеленый я отдала маме. Вот. А так у меня от градации вот это вот серебристо-серый. А следующим за ним идет такой вот, он джинс, цвет называется. Такой он. Отливает немножко синим. За ним более темный графит. Еще более темный получается на моих глазах вот коричневая подводка и черная подводка. Это то, что сейчас. В принципе, из всех, наверное, больше всего, что меня радует... А, ну, еще есть у меня вот такая вот блестящая. А вот, это уже фактически видно, что она уже и подсохла, и все, что хочешь, то, скорее всего, она скоро на вынос пойдет. Больше всего меня радует коричневая моя и вот эта вот серая. Но я ее как-то немножко берегу, поэтому из последних в основном используются эти две. В общем, учитывая, что у меня фактически весь спектр, вот, ну, не хватает только зеленой, я вам ее как-то показывала. И голубая, она такая прям вот небесно-голубая, вот какого-то такого цвета, именно не темного, а яркого. Солнышко, что ты забыла на столе? Скажи мне, пожалуйста. Скажи, пожалуйста. Ты на коленах у них сидела? Сидела. Дай сейчас я сниму, а потом тебя возьму. Ну, иди. Обратно иди. Слушай, ты не кошка невозможная. Соскучилась. Вот. Да, учитывая, что у меня фактически весь спектр, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, и как бы двух... Нет. Ну, они, в принципе, здесь дома. Да, я думаю, любовь к этим подводкам поймет. Итак, сейчас давайте под цветом сделаю вам так, чтобы было, в принципе, видно, и мне было удобно показывать. Вот это у меня единственная кисточка разлохматилась. Как вам так показать? А вот, в этой светлой коричневой, сейчас я скажу вам, как цвет называется, надену все-таки очки. А никак я вам не скажу, как цвет называется, потому что я не вижу, тут уже все замазано. Так, сразу рядом с ней я поставлю коричневый. Он реально такой, как бы, шоколад, даже больше я его назвала. Кисточки достаточно аккуратные здесь. А вот, и что могу сказать, что они почти не прогибаются. То есть, как бы, получается, что вы рисуете, как будто карандашом, но при этом это у вас жидкая подводка. Черный, честно, я понять не могу, потому что, вот, видно, да, на кисточке обычно, когда свежее достается, все целиком в краске. А здесь получается, то есть, я вот один раз достала, один глаз намазала, и второй раз обычно я просто закрыла, открыла, и у меня на второй глаз хватает. Здесь почему-то черным не хватает, то ли они плохо заполнили, то ли они просто сам тюбик сделали черным. Вот, похоже на то, потому что я не вижу, какое количество там внутри. И, получается, мне нужно все равно закручивать, как с коричневой моей, которая фактически уже видно, что она приказывает долго жизнь. Вот, и потом открутить, и только потом я второй глаз смогу накрасить. То есть, как бы, не знаю, хотя она свежая, я ей пользую буквально один месяц. Вот, и сейчас я вам еще градацию покажу от серого. Ну, вот тоже он заканчивается, и тоже здесь вот такая вот кисточка получается. То есть, как бы, очень интересно. Я как-то попытаюсь на вас покаять, то есть, она практически не прогибается. Она такой вот, грифелем таким остается. Меня это, в общем-то, и радует. Так, кто у нас тут следующий? Я, знаете, как это, вокруг черного сделаю джинс цвет, да, чтобы видно было. И сделаю вот этот цвет графит. Как у меня карие глаза, конечно, мне все это очень круто смотрится. Вот, слышали, я надеюсь, с чавканем таким прям достается. Это вот свежая подводка, я ей пользовалась не очень много. А вот, у черного такого нету почему-то. Ну, не знаю, в общем. Посмотрим. А, кстати, просто ради интереса, да. Здесь прозрачный тюбик. Здесь прозрачный. И здесь, естественно, учитывая, что мы видим, да. Сейчас мне девочки разбуянились. Разбуянились. Здесь почему-то черная крышечка. Эта сишка закапывает. Творог не хочет есть. Ну, короче, у меня такое подозрение, что они сделали черный тюбик, чтобы не было видно, сколько там подводки осталось. Ну, ладно, не суть. В общем и целом, как по градации цвета получается. Самый светлый, темный коричневый. Он, видите, он практически черный такой вот. Вот, ну, опять же, смотря, как вы навесете. Посередине у нас черный. Вот. Сверху вот этот вот серебристый. То есть, в принципе, какой-то подсветить уголок глаза. Или там, я не знаю, новогодний что-то делать. Ну, типа того. А вот. Вот это у нас, правильно? Да, пати. Который джинс. Это вот этот. И графит. Он такой серый асфальт. Вот. Как они держатся. Они носятся хорошо. То есть, вот мы с вами разговариваем всего ничего. Они засохли, и они не стираются. Конечно, если вы попадете под проливной дождь, то, конечно, у вас это все особо сильно держаться не будет. Но у меня достаточно часто слезятся глаза. И если вы снизу не подводите этой подводкой, то, в принципе, вам ничего не грозит. А вот давайте попробуем я их. Вот я палец намочила. Вот оно что-то поехало. То есть, как бы, если целенаправленно задаться целью, то, как бы, что-нибудь получится смыть. Вот. Но это если вы будете вот прям мочить то место, где у вас подводка. Если вы не будете этого делать, то она у вас будет держаться целый день совершенно без проблем, без вопросов. Вот. Моя коллекционная. Букетик такой. Вот. Решила я с вами поделиться. Не только с подружкой. Такая вот хорошая связочка. Вот. Если вы такие подводки, чтобы они с твердым наконечником были, ну, как бы, там он не совсем твердый, он фактически как фетровый получается, просто что не прогибается, да, то могу вам предложить вот такой вот вариант Professional Dear Eyes. Я про нее, по-моему, я рассказывала. Видите, как поехала на телефон. Я его буду одной рукой держать. Просто у нее здесь супер тонкая кисточка. Она, конечно, аккуратно вам что-то сделает, но это прям вот мега класс нужен. И, скажем так, с плохим зрением, кто, ну, я не сильно рекомендую, только по той простой причине, что у вас, ну, очень аккуратно нужно ей рисовать. Чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, и у вас, как бы, получается испорченная, потому что она засохла, и она уже, как бы, дописывает, дорабатывает. Кисточка длинная. Кто-то, может быть, ее обрежет, но тогда смысл ее брать, как бы, вот такого. Но делает она очень офигенные тонкие стрелки. Это, знаете, как поставили в уголок и буквально чуть-чуть провели. Все, и больше ничего не надо. То есть в этом плане, конечно, супер она. Вот. А так, варианты эти бюджетные я вам показала. Вот сегодня увидела цену, они где-то полтора доллара получаются, если в переводе. Вот. Так что, может быть, и вам подойдут, и тоже понравятся, и будете использоваться в удовольствии. Вот. Спасибо всем огромное за просмотр. Всех с наступающим Рождеством православным. Вот. И до новых встреч. Пока-пока.